Ночь перед Рождеством для многодетной семьи из-за Волжья превратилась в коммунальный Армагеддон. Как гласит старая русская поговорка, бедному Ванюшке одни камушки. Это вполне можно отнести к жителям ветхих домов, в которых зачастую живут не самые обеспеченные люди, и на которых коммунальные проблемы сыплются, словно из рога изобилия. Мало того, что старые дома и так нечасто могут похвастать современной инженерной инфраструктурой, так еще и изношенные сети, текущие крыши, потопленные подвалы, плесень на стенах и тому подобные прелести жизни усугубляют эту удручающую картину. Кто несет ответственность за эти нечеловеческие условия существования? Есть ли надежда для жителей трущоб до военных годов постройки? Об этом в нашем следующем сюжете. Новогодние праздники Николай со своей супругой и малолетними детьми встречал в деревне у родственников, а когда 6 января они вернулись в свою квартиру в двухэтажном доме до военных лет постройки на улице Карпинского в Завожском районе Твери, то отперев входную дверь, вместо дыхания теплого жилища, они ощутили пахнувшую на них волну ледяного воздуха. На улице было около 25 градусов мороза, а в квартире лишь немногим теплее. Ну как открываем дверь, дома холодно, как на улице. Мы поставили обогреватель в комнату. Я пока выгружал машину с вещами, машину на место ставил, прихожу, жена говорит, лед из батареи торчит. Я подхожу, там вот такие дыры, и прямо из этих дыр торчит лед. Однако даже это, как оказалось, были еще цветочки. Николай с супругой Натальей собрали детей, повезли к родственникам, а когда вскоре вернулись в свою заледеневшую квартиру, то ужаснулись еще больше. Обогреватель отогрел замерзшую батарею, и из нее хлынул кипяток. Я открываю дверь, и все, там ничего не видно. Воды по щиколотку, и, видать, через обратку пошла. А через обратку мне не перекрыть. Кран не работает, потому что у нас такая управляющая компания. Уже сколько раз мы ходили, подавали заявку, кран так и не сделан. Ущерб от затопления квартиры Николай оценивает практически как фатальный. Мебель вся испорчена, вообще вся. И, я не знаю, мы повезти, наверное, не знаю, пакетов 5 или 6 кинули на помойку. Обслуживающая дом управляющая компания, по словам супругов Климиных, оперативно не помогла в беде. Вот видео, снято Николаем в ту злополучную ночь. В самый разгар коммунальной аварии в затопленной почти по колено кипятком ледяной квартире. У нас трое маленьких детей. Самому младшему 5, старшему 12, среднему 10. И вот что нам делать? За помощью пострадавшие обратились к депутату городской думы по своему округу Дмитрию Нечаеву, который прибыл на место. Он связался с руководством обслуживающей домоорганизации. Однако директор компании пояснил, что все внутриквартирные коммуникации – это зона ответственности самих жильцов. А значит, и компенсация от управляющей компании за причиненный ущерб им не положена. Но ситуация не столь однозначна, ибо квартира Климинах неприватизированной, находится на балансе муниципалитета. То есть вред нанесен, по сути, городскому имуществу. При этом Николай выкроил из очень скромного семейного бюджета несколько десятков тысяч рублей на замену батарей за свой счет. Так как старые радиаторы буквально в клочья разорвало льдом. Ну а на покупку новой мебели и детских вещей у семьи вовсе нет денег. Дети пока не ходят ни в школу, ни в детский сад. Депутат Нечаев обратился в управление муниципальным жилфондом с просьбой разобраться в ситуации. Рассмотреть вопрос о компенсации ущерба. Конечно, во всей этой истории еще остается немало вопросов. Мы будем разбираться. Я уже сделал запросы в профильные структуры. Но в любом случае мы понимаем, что люди не должны оставаться один на один со своими проблемами. Тем более, что мы видим, что семья многодетная, семья нуждающаяся. И, конечно, мы будем помогать. И я думаю, что мы сможем защитить интересы вот этих жителей. По словам депутата, к его просьбе в жилищном департаменте отнеслись с пониманием и обещали поддержку. Однако ситуация действительно непроста и требует еще и серьезной юридической поддержки. Необходимо выяснить, кто же все-таки довел дело до аварии и где проходит разграничение зоны ответственности собственника жилого помещения и обслуживающей организации. Для этого мы обратились за консультацией к опытному практикующему юристу. К внутридумовой системе отопления относятся в том числе приборы отопления, расположенные в жилом помещении. Вот такие приборы отопления относятся к общедумовой системе отопления. За исключением случаев, когда на ответвлениях от общедумовой системы отопления установлены запирающие краны, которые позволяют собственнику демонтировать или заменить такой прибор отопления. В данном случае для того, чтобы понять, в чьей зоне ответственности произошла аварийная ситуация, необходимо определить, были ли установлены такие краны в жилом помещении. В том случае, если таких кранов не было установлено, аварийная ситуация произошла в зоне ответственности лица, ответственного за содержание общего мышца. В данном случае, я так понимаю, это управляющая компания. Есть и еще одно обстоятельство. По словам квартиросъемщика Николая, на чердаке дома на общей трубе отопления есть полусгнивший кран. В нем отвалилась часть запирающего устройства, которое и перекрыло течение теплоносителя в батареях, из-за чего они замерзли. Но доказать эта причина следственной связи еще только предстоит. И, возможно, финальная точка будет поставлена только в суде. Так же, как и постановление о компенсации расходов на ремонт системы отопления и приобретение новой мебели и ремонт квартиры. Представители власти обещали не оставить пострадавших в беде.